Рано утром, едва только солнечные лучи коснулись горизонта, Мария уже была на ногах. Спешила из отдаленного поселка в больницу, в которой работала медсестрой, а перед этим еще и дочь успела отвезти доброй старушке-соседке. Если бы не помощь Антонины Викторовны, за что Маша была ей бесконечно благодарна, ведь та взяла фактически роль бабушки, то пришлось бы таскать девочку с собой в город. И то это был не выход, так как кому-то все равно бы пришлось забирать ее из дошкольного учреждения, а у нее график никак не совпадал с работой детского сада. Но такова была оплата за одиночество обычной российской женщины, которая решила уйти от мужа-алкоголика и переселиться в дом матери, которая скончалась несколько лет тому назад. В столь ранний час автобусы еще не ходили, поэтому приходилось добираться пешком, преодолевая несколько километров. Но к такому марафону женщина давно привыкла. Сначала ноги болели так, что кричи, но со временем все стало на свои места. Маше предлагали уйти работать в поселке, чтобы постоянно не ездить или же ходить так далеко. Но не могла женщина бросить милое сердцу отделение, которому прикипело всей душой, ведь она видела себя только в помощи людям. Часто в больницу привозили пациентов совсем в тяжелом состоянии, и не было для медсестры другой отрады, как наблюдать за выздоровлением больных, ведь ее работа тоже влияла на это. Для того она и поступила когда-то в медицинское училище, чтобы быть полезной людям. При этом с годами не разочаровалась своей профессией, в отличие от других, ведь пациенты обычно относятся к медработникам, словно к прислуге. Маша всегда выполняла свою работу качественно и бескорыстно, за что многие считают, что она своим альтруизмом мешает им зарабатывать. Женщине уж было за сорок, с личной жизнью у нее не заладилось. Бил Василий ее бывший муж. Терпела она издевательства до тех пор, пока и дочь стал стягать ремнем. Причем издевался над ребенком мужчина буквально просто так. Вроде не принесла вовремя тапочки, и все в этом духе. А ребенку всего четыре года. Не стала Маша больше терпеть этого тирана, и, схватив в охапку ребенка, переехала подальше от изверга, о чем совершенно не жалела, ведь у нее есть любимая работа и ребенок, что является главными причинами счастья. За домом даже был небольшой огород, которым Мария занималась не так часто, потому что работала на полторы ставки, дабы прокормить себя с дочерью. Она никогда не жаловалась на свою судьбу, потому что считала, что Господь дал ей такую жизнь, значит, так задуманно. Глубоко верующей она была. Каждую неделю старалась посещать церковь. Наконец, спустя час пути, Мария добралась до больницы. Поскорее надев халат, она отправилась обходить палаты, весело приветствуя своих пациентов, в основном пожилых. Так, каждому женщина старалась уделять внимание, найти индивидуальный подход. Намного ведь легче человеку становится, когда видит, что не безразличен. Так она постепенно завершила обход и уже собиралась идти к главному врачу, как вдруг к ней подлетела санитарка. — Машка, пошли скорее, там в старика какого-то парализованного привезли, и нам нужно его закинуть, — говорила девушка. Сразу сердце заколотилось у доброй медсестры. К своему новому пациенту она относилась особенно трепетно. Неизвестно, что у человека в душе. Мария побежала вниз, санитарка еле поспевала за ней. Затем Маша увидела пожилого и прилично одетого, но грязного мужчину. Врач из приемного отделения нашел этого старика, когда выгуливал утром перед работой собаку. До слез стало жалко Маше этого человека. Его грустные глаза излучали доброту и теплоту. Руки старика еле-еле двигались. В кармане пиджака у мужчины оказался паспорт, в котором даже прописки не оказалось. Ни детей, ни жены. По всему было видно, что оттого его еще больше жалела Мария. Каждую свободную минуту женщина проводила у него постели, чтобы старику не было так скучно. Она читала ему книги и рассказывала истории. Сразу было видно, что пожилому человеку очень интересно слушать женщину. Как только она входила в палату, его глаза начинали сиять. Все коллеги уже начали смеяться над Машей, не понимая, зачем она это делает. Но та совершенно не обращала на подобные высказывания внимания. Цель у нее была одна — сделать все, что в ее силах. Вот только, к сожалению, лечение не приносило должного результата. Федор Михайлович все так же лежал пластом. Ничего не понимали врачи. Не могли найти причину, отчего парализовало мужчину. Проще все было списать на возраст и образ жизни бездомного. Может, от постоянной пьянки отказал организм. За месяц лечения улучшений не было. Поэтому было решено вынести старика из больницы и отправить в дом инвалидов. Держать здесь его дальше уже не было никакого смысла. Понимание, на что будет обречен Федор Михайлович, Мария пошла на отчаянный и самый необдуманный шаг в жизни. Она твердо заявила начальству, что заберет к себе домой и выходит. Ну что же, те были не против. Живо оформят на нее опекунство, вот только пальцем покрутили у виска. Совсем ты, Мария, из ума выжила. Тебе бы самой в турдоме не мешало бы подлечиться. И это же надо в тесную деревенскую избу, когда у самой маленький ребенок тащить бомжа парализованного. В отделении все открыто насмехались над женщиной, думая, что у нее помутился рассудок. Буквально пальцы в нее тыкали и рассказывали о поступках, которые она совершает. Но Маша твердо стояла на своем. «Заберу к себе и все», — говорила Мария. Означало все это, что на долгие годы женщина вешала себе петлю на шею. Однако это обстоятельство не изменило отношения Маши. Отныне Федор Михайлович жил в ее доме. Днями лежал в кровати. Как только женщина возвращалась домой с дежурства, тут же пересаживала старика в инвалидное кресло и выводила на улицу. Самое главное, что Мария все еще не забывала посещать церковь. Куда возила и пожилого человека. Сразу было видно, как оживлялся старик. Желая хоть как-то развлечь дедушку, женщина показывала ему свои альбомы с фотографиями. Каждый раз при их просмотре он оживлялся так, будто кого-то узнает. Очень тяжело было Федору Михайловичу, но благодаря невероятной заботе женщины становилось лучше. Помнил он, как оказался в той самой канаве. Кричать ему хотелось об этом. Вот только речь пока не возвращалась, а руки не слушались, чтобы написать. Передала его собственная дочь. За месяц до того, как он оказался в больнице, на скамейке в парке сидела странная пара. Женщина так и ластилась к своему партнеру, однако разница в возрасте у них была просто колоссальная. Если даме было 45, так ее кавалеру только стукнуло 20. Однако обоих это абсолютно не волновало. Поглаживая парня по голове, женщина говорила ему, — Олежек, мой милый, что же ты так не мил сегодня со мной? Молчишь целый день или я чем-то тебе не угодила? Денег я тебе дала, как ты и просил. Видишь ли, Оксана, вдруг неожиданно, отстранившись от нее, сказал он, — Ну скажи, разве я не заслуживаю большего? Я для тебя на все готов, а вот ты, похоже, нет. Конечно, все слова, сказанные парнем, были ложью от начала и до конца. Не любил он ее, ведь женщина ему в матери годится. Ему приходилось поддерживать такие отношения с Оксаной, ведь родные родители давно выставили непутевого парня за дверь после того, как тот начал выносить вещи из дома. К сожалению, игроком был Олег, причем таким, что принудительное лечение ничем не поможет. Оказавшись на улице и без денег, он понял, что благодаря своей смазливой внешности может быть привлекателен для богатых дам. Недолго думая, парень озадачился поиском нужной кандидатки. Словно хищный паук он вышел на охоту. Ему невероятно повезло. Просто гуляя по улицам, он заметил, как из довольно дорогого автомобиля вышла женщина. Это и была Оксана, работающая главным экономистом в жилищной сфере. Недавно она вышла из ЗАГСа, где развелась последним мужчиной. Уж больно свободы не давала из-за своей безумной и необоснованной ревности и бесконечной жажды денег, которые она спускала на свои нужды. Непутевой была по жизни. С трудом окончила университет, любила весело и праздно проводить время в шумных компаниях, чем сильно расстраивала своего отца Владимира Ивановича. Он души не чаял в дочери. Женщина была его надеждой и опорой в жизни, ведь кроме нее у него никого не было. Жена умерла при родах. Пришлось мужчине одному воспитывать девочку. Вот только, видимо, что-то не так сделал он в ее воспитании. Даже на работу устроил Оксану по большому блату. Видя ее печальное настроение, пошел Олег на нее в атаку, при этом применив весь свой арсенал молодого любовника и очень скоро добился желаемого. Не устояла Оксана перед его чарами, а ведь ему нужны были лишь деньги, чтобы снова спускать в разных заведениях. Но когда его запросы начали перерастать из возможностей дамы, которая, как он знал, проживала со своим старым, но при этом богатым отцом, пора было действовать более решительно и выманить с любовницы все. Заговорив зубы, он рассказал, что задолжал серьезным людям кучу денег, а если он не рассчитается, то не ходить ему больше по земле, а самое главное, что не быть им в таком случае больше вместе. Оксана отдала Олегу все, что у нее было, но только мало парню было этого, положил глаз на имущество престарелого отца женщины. Та пыталась попросить переписать отца все на нее, но только мужчина был не согласен и решение не менял. В слезах рассказала Оксана это своему любовнику. Среди играющих были очень серьезные люди, что вручили фальшивый паспорт старику, благодаря которому он стал Федором Михайловичем. Но главным было весьма сильнодействующее средство, которое дочь долгое время добавляла отцу в пищу. С каждым днем мужчине все становилось хуже и хуже. В преступной парочке оставалось вывезти его в другой город, оставив с поддельным паспортом. Нужно было немного подождать, чтобы отца признали без вести пропавшим и ступить в право наследования. Вот только ничего у мерзких людей не вышло. Весь благодаря уходу, усилиям Марии и молитвам Владимир Иванович вдруг заговорил. Рассказал старик все, что знал о том, как оказался в таком положении. Оксана и Олег весь путь до пункта назначения обсуждали свои злодеяния, думая, что старик не соображает совсем. Тут же Мария вызвала полицию. Она не заставила долго ждать и, наконец-то, сработала как положено, чтобы раскрыть преступление. Надолго теперь преступники отправились за решетку. Спустя несколько месяцев Владимир Иванович полностью оправился и встал на ноги. Самое главное, что в альбоме, который показывала Мария, мужчина узнал свою первую любовь, Антонину Викторовну. Она была подругой покойной матери Марии. Недолго думая, он нашел ее, ведь былые чувства не угасли. Настолько же важно то, что Маша ему как дочь стала. Хотел он переписать на нее все имущество, но та отказалась. Поэтому Владимир Иванович решил пойти на хитрость. Он продал свой дом, который вечно напоминал о дочери и ее мерзком поступке, и купил новый в городе, где повстречал действительно хорошего человека. В больнице все удивились, когда узнали, что скромная медсестра, что жила в полуразваленном доме, переехала в огромный дом, а парализованный старик встал на ноги и оказался весьма обеспеченным человеком. После его смерти Марии достанется все его состояние. За таким старичком все работники были бы рады поухаживать. Теперь Марии не нужно было вставать рано утром и думать, как добраться до работы, ведь она вместе с дочерью обрела дедушку и бабушку Владимира Ивановича и Антонину Викторовну. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.